Это видео... Одна большая шутка. Не воспринимайте его всерьёз. Йоу! Мы рады видеть вас в лагере Ваванаква. We're coming at you live from camp Ваванаква. Этот перевод вообще часто будет грешить тем, что будет добавлять свои слова. Типа, нихуя никого он ещё не рад видеть. Здесь нет никого. И съёмки первого сезона нашего нового крутого реалити-шоу начнётся... Съёмки уже начались. Что, по-вашему, он сейчас сделает? Я не понимаю, как можно отдельное слово перевести неправильно. А вам уютненько вообще вырезать лишние слова, да? Ну, как сказать, лишние. Довольно важные, но в нашем переводе они лишние. Зачем было добавлять вот это мычание? Вот я не понимаю, без него вообще никак? В награду которому достанется весьма сомнительная слава и... Вот это выражение буквально значит слава чисто на обложку журнала. А в нашей версии Крис достал журналы просто по приколу. Вот тут на самом деле сложно разобраться. Хайнау может быть как и приветствуем, типа приветик. Также это может быть и возражением, потому что Крис говорит о нём как о невкусной еде, и ему это не нравится. В оригинальной версии у нас больше одной сотни камер, а в русской версии у нас одна сотня камер. Видимо, кто-то попилил бюджет. Вот это я понимаю адаптация. Ну, немножко придрался, бывает. Неправильно переведено название серии. В оригинале оно звучит как «не очень счастливые кемперы». Как же удобно просто выкидывать слова. Вот это выражение значит что-то типа «когда тебя кинули» или «очень грубой манере послали». В нашей версии диджей первый, единственный участник которого напрямую пригласили на это шоу. Здесь я не хочу придраться, я хочу наоборот похвалить, потому что Airstream — это зарубежная компания по производству фургонов. Хорошая адаптация. Молодцы, ребята. Тут в русской версии вообще непонятно, то ли она Криса чертом называет, то ли это восклицание такое. На самом же деле она называет Крисом-удаком. Рад познакомиться, мужик! Ещё одна придирочка. Прошу внимания. Everybody. Зачем это было сделано? Это впечатляет. Not too shabby. Я что хочу сказать здесь. По сути, в оригинале Крис говорит, что она отлично выглядит, но используя очень странную конструкцию по типу «не такая уж потрапанная» или в более извращенном смысле «свежачок». Ну, в переводе этого не улавливается. Похоже, мы ваши новые друзья. Looks like we're your new friends. Бет обращается к Хэзер. Но в нашей версии она обращается ко всем. Дункан, братан. Дункан, дуд. Мне кажется, когда тебя 30-летний мужик называет братан, это более странно, чем когда тебя 30-летний мужик называет чувак. Что? Отвень, урод. Дроп, дядь, you goof. Переводчикам очень сильно не хватает креативности, особенно в моментах с Хэзера Дунканом. С мягкой посадкой, мужик! Wicked wipeout, man! Wipeout буквально переводится как «падать во время серфинга». То есть Крис говорит что-то типа «круто упал мужик» или «круто свалился мужик». Такие условия меня устраивают гораздо больше. That is so much more favorable to my skills. Эти условия конкретно больше подходят под его навыки. Видел тебя в ледниковом периоде. Saw you on that figure skating show. Какой нахуй ледниковый период, блядь? Чё там Крис сделал? Он выступал в роли мамонта, блядь, Мэнни, нахуй? Что их оставили ещё на неделю? Откуда, блядь, взялась ещё одна неделя? Красотка. Кухани. Дункан в нашей версии во всех видит красоток. Я думала у нас тут будет пляж. I thought we were going to be on a beach. А то. We are! Неправильно переведённая реплика Бриджит, из-за чего реплика Криса ну вообще мимо. Посторожнее! Watch the board, man. А чё не мужик, блядь? Мэн же! Ребята, чё мужик-то не говорим? Ну мужик же! Мэн, Мэн! А он же сказал Мэн, мужик! Заткнись, GetBent. Вот о чём я говорил, когда упоминал, что им не хватает креативности. GetBent это более вежливое посылание нахуй. Сказать «заткнись» это самое пресное, что можно было сделать. Почему бы не сказать, например, «свали в туман»? Или что-нибудь такое. Зачем все эти ужасно нелепые междометия? Дрочины. Кэмперс. Что, блядь? Что вы, начните секунду? Это хуйня. В смысле? Всю жизнь просидел дома с книгами. Been homeschooled your whole life. Он не просто сидел с книгами дома, его обучали дома. Начитался про жизнь в диких прериях. Какие нахуй дикие прерии? Объясните мне, пожалуйста. Его воспитали чудаковатые неандертальцы. Какие нахуй дикие прерии? Постарайся не вылететь в первый же день. Try not to get kicked off too early. Зачем здесь-то менять было? Ну правда. Я тащусь от того, что я здесь. Я вижу, леди уже собрались. Класс. У меня здесь есть предположение. Наверное, тот, кто озвучивал Коди, так же на «Отъебись» его и переводил. Такой классный момент и так сильно проебан. Ну как? Зачем? Она в твоём вкусе. Дункан не говорит, что она в чьём-то вкусе. Он скорее утверждает, что она не в его вкусе. ЗАЧЕМ? Ой, как удобно говорить не то, что говорят в оригинале, чисто по приколу, видимо. Какой класс! What's happening? Опять же, это не то, что он говорит. Ты закончил? You about finished. Ты же видишь, что он не закончил ещё. Тем более, почему у тебя такой голос, как будто тебя давят, если в оригинале такого эффекта явно нет? Так, это Джастин. This is Justin. Нахуя вот это так было? Мне... Так... Хорошо, если не считать больной подбородок. Это летний лагерь? Это так классно! И чем мы будем заниматься? Прикольно они придумали больной подбородок ей и отбросили папье-маше, ну, видимо, потому что в оригинале оно было таким лишним нахуй и явно не вписывалось в картину, блядь, персонажей. Или я не знаю, зачем они это сделали. Сначала групповое фото на память. На какую нахуй память? У тебя чё, склероз, блядь? Кондиционеров не будет? Они не коэд, они? Ща, 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 ребят. Покажу, чё было бы, если бы я вот так же переводил. Секунду. Чёрт кровать у окна моя! О, я не слышал, как ты это говорил. Ты хочешь сверху или снизу? Я хочу тебя, пупсик! Так что сам говори сверху или снизу. Ээээ, я лучше займу другую кровать. Да, ещё увидимся! Крикливые суслики! The screaming gopher! Здесь мне просто немножко не нравятся именно крикливые. Может, лучше кричащие всё-таки было бы? Я что, суслик? I'm a gopher! Что? Откуда появился вопрос? Вот откуда вопрос появился? Сплошной кошмар. So far, this stinks. Наверное, всё-таки придирка, но мне больше оригинал, конечно же, нравится. Неженька. Genius. Ты зануда. Как же это звучит пресно? Просто отвратительно. Ты такая умная! Я это чувство. You're so smart. I feel that. Накал эмоций! Не накал, а каал! Можете rewards. им настолько было не лень добавлять реплику которые в оригинале нет зачем если увидишь тараканушку я так понял у нас переводчики кретины нахуй не могут таракана цираканушки отличить что они в таких находят вполне сука конкретно он говорит качок почему таких каких таких тупых людей которые не могут отличить тараканов от сырка ножек болеть весь шагом шефа проебан в одной реплике ну ладно наверное приди к чё стоим смысле блять чё стоим а на виду ждет так не хотелось бы жаловаться в первый же день как удобно выкидывать ненужные по мнению переводчиков слова порядок спасибо вы переводите ли свою хуйню пишите я не понимаю уже это видимо поток души самого актера звучание блять или я не знаю что это было в общем вот такое видео получилось если хотите увидеть разборы на все серии этого сезона ставьте лайки и пишите в комментариях пока